Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Государственном Эрмитаже. В свою мастерскую, спрятанную в недрах лучшего музея мира, нас пригласил Александр Кокшаров, Эрмитажный фотограф. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что карьеру рекламного востребованного фотографа вы поменяли на службу в Государственном Музее? И как давно Эрмитаж является местом вашей работы? Еще в середине 80-х годов я стремился стать специальным фотографом, а тогда это было возможно только работая в издательстве. И одно из направления деятельности, естественно, была съемка произведения искусства. И тогда я начал работать в музеях крупных, русском музее, в Государственном Эрмитаже. Но со временем эти государственные издательства закончили существование, потом был период 90-х годов. И вот 8 лет назад я решил, что наступило время, когда я опять могу вернуться к тому, с чего я начинал в юности, и попросил меня взять в Эрмитаж. И, к счастью, мои коллеги, которые здесь работали всю свою жизнь, работают. Они согласились и приняли на свой коллектив. Итак, вы Эрмитажный фотограф. Что входит в ваши обязанности и составляет рабочий день? Ну, прежде всего, это съемка произведения искусства, которые хранятся в Эрмитаже. В Эрмитаже довольно большой издательский отдел и очень большой план ежегодный издания книг. И книги издаются не только сами все, как каталоги коллекции, либо монографии научных сотрудников и хранителей, но это еще и каталоги выставок, которых в Эрмитаже очень много. Каждый месяц открывается одна очень крупная выставка и, может быть, там, две не очень крупных. И каждый из них издается книжка. Поэтому работы на всех фотографов хватает. Нас здесь много. У нас 13 человек в Эрмитаже работают. 13 штатных фотографов в Эрмитаже? Да, 13 штатных фотографов. И все заняты. Специализация обязательно есть. Но этой специализации нельзя среотачиваться на ней. Потому что нужно очень важно сохранять свежесть взгляда на произведение искусства. Конечно, это не относится к живописи. Живопись должна просто технически очень грамотно и точно должна быть снята. Но интерьеры, скульптура, декоративно-прикладное искусство нужно воспитать в себе способность каждый раз удивляться и смотреть новым восхищенным взглядом на произведение искусства. Вот если это сохранилось у тебя в твоей работе в Эрмитаже, то ты нашел свое место, ты счастливый человек. И каждый день ты получаешь удовольствие от того, что тебя окружают лучшие произведения искусства, мастеров, лучших мастеров мира. — Действительно, о такой работе можно только мечтать. Александр, а скажите, чему вас научил Эрмитаж? — Да, хороший очень вопрос. Давайте представим себе, что существует некое английское издательство, которое издает книгу о каком-то периоде, там, 18-16 век, там, это не принципиально важно. И предельные искусства они собраны в разных музеях — в Нью-Йорке, в Лондоне, Париже и, естественно, в государственном Эрмитаже. И потом создается общая книга. И оказывается, что наша задача — не только максимально проявить себя как творческую личность, снимая произведение искусства, но еще сделать изображение таким, чтобы зритель, смотря эту общую книжку с изображениями из разных музеев, он бы не ощущал разную работу фотографов. То есть у нас такая большая международная семья профессиональных фотографов, работающих в музее. Это, кстати, существует специальное объединение, очень все строго регламентированы, технические параметры, во многом творческие параметры, как это должно быть, сняты, чтобы это правильно могли воспринимать, ну, то есть привычно, скорее, воспринимать зрителя во всем мире. Но вы можете раскрыть несколько секретов, как именно это должно быть снято? Ну, прежде всего, это технический параметр. Фотографы, которые не работают с издательствами, в общем, не совсем подозревают о очень жестких технических регламентах на качество файлов, которые мы должны сдавать. Существует специальная международная система контроля качества, называется метаморфоза, где, значит, учитывается, как качество света, которым вы освещаете предметы. То есть осветительные приборы не должны менять там цветовую температуру в зависимости от изменения мощности ламп, так и определенный набор фотоаппаратов, которые можно снимать, то есть какие матрицы воспринимают. Ну, к примеру, матрица Nikon D800i, она неприемлема для работы в музейной фотографии. Там отсутствуют определенные там эти... Это фильтр там отсутствует. В общем-то, нельзя делать. Следующее. Мы не можем добавлять что-нибудь в изображение. Мы не можем использовать ракурсы, которые искажают геометрический размер этого предмета. То есть нельзя использовать что-то там, широкоугольную оптику, например, и что-то у нас выйдет на передний план. Кажется, изобразительно это будет очень эффектно, но потеряются вещи. И надо каждый раз, когда ты что-то фотографируешь, представлять, что тот мастер, который сделал, значит, какой-нибудь декоративно-прикладной, например, искусство. Ну, вот часы или что-нибудь еще такое. Он все-таки был очень хорошим дизайнером, и там, с точки зрения пропорции, все выверено, значит, великолепно. И наша задача скорее только показать, выявить и показать зрителю все, что было сделано, значит, очень хорошими мастерами. Затем правильная цветопередача. Это использование специальных шкал и очень точный контроль, значит, качество цветопередачи. Там даже есть постоянно такой термин – цветометрический контроль качества цвета. И все это неоднозначно просто. Затем взгляд на предметы, он должен быть, ну, как бы, несколько отстраненным. Нельзя ни в коем случае характером света, который вы ставите, освещаете предмет, фоном, подчеркиваете какую-то личную индивидуальность либо личное отношение к вещи. Потому что у вас может быть совершенно одно впечатление о вещи, а оно в жизни иное. И вы просто можете не знать, как фотограф, можете не знать некоторых исторических каких-то историй, которые связаны с этим предметом, которые знают специалисты, которые будут смотреть ту скульптуру, которую вы снимаете в данный момент. Но передать эмоциональную окраску, ну, к примеру, там, кающаяся Магдалина, Мария Магдалина, которая у нас есть, которую все снимают, и там действительно и существует некий психологический аспект, который все понимают. Если вы сможете подчеркнуть это светом, то это только приветствуется, конечно. То есть все-таки есть самовыражение у фотографа, работающего в музее или нет? Есть, есть, обязательно есть. Мы должны как-то внесом работать с всеми людьми, которые воспринимают здесь произведение искусства. Все-таки искусство — это эмоциональный вид общения человека. Если те эмоции, которые мы в своих фотографиях способны передать, ну, технически, как бы, с образованием, связано с наличием техники, техническими средствами какими-то, вот. И если они оказываются такими же, как у зрителей, то это, конечно, зато считается, что работа сделана очень хорошо. Но ни в коем случае нельзя показывать себя, как лично я смотрю на какую-то вещь и я снимаю. Ну, это использование, прежде всего, определенных технических осветительных приборов. Ну, к примеру, голливудский свет нельзя ставить на произведение искусства, там, греческую скульптуру, например, второго века до нашей эры. Это какой-то нонсенс. Расскажите тогда, как обычно происходит съемка? Как вы снимаете, например, такие предметы, как вот эти часы? Где это происходит? Вам приносят эти предметы? Или же вы идете в залы и со своей аппаратурой и снимаете на месте? Ну, зависит от того, возможно ли эти предметы передвигать. Если они не двигаются и стоят в интерьере, небольшая скульптура, то, естественно, это снимается там, где это стоит, или большие часы. Но если предметы могут, можно перенести, то для достижения максимального качества, конечно, их приносят в студии. Тогда мы уже полноценно отвечаем за качество изображения. Тем более, у нас же существует еще, кроме обычных изданий, научные издания, где вещь нужно показать со всех сторон, и даже с тыльной стороны, и с обратной, показать все надписи, которые существуют, детали. И у нас есть коллега, у нас работает ведущий фотограф Владимир Теребенин. Он, благодаря его съемке, был совершенно даже научное открытие. Современные матрицы, они так детально показывают исторические предметы, что при большом увеличении смогли найти объяснение техники живописи Ребранта. Есть понятие «съемка в сложных условиях». В музее какие условия являются сложными? Ну, лично для вас, например. Ну, к счастью, никаких погодных в сложных условиях в Эрмитаже нет. Здесь всегда комфортная температура, здесь очень много техники, кондиционирование воздуха и очистки, поэтому всегда все хорошо в этом отношении. И, скорее, съемка сложная заключается в том, что часть предметов находится в таких местах, которые снять-то, увидеть-то очень тяжело. Это либо хранение, которое заполнено скульптурами, там, что-нибудь очень неудобное для съемки, либо, может быть, вот картина, о которой вы говорили, висит в таком месте неудобном, что, ну, очень сложно поставить правильно свет, расположить камеру и все посмотреть, и все сделать. Вот, скорее, это является очень сложным. Но это все преодолимо с опытом, когда ты понимаешь, как и что ты должен сделать, и понимаешь порядок своих действий, и тебе чаще всего это может только воплотить то, что ты уже придумал, посмотрев на вещи. Раскройте несколько секретов. Как снять живопись маслом, если она висит напротив окна или же под стеклом? Ну, здесь не так сложно. Во-первых, в живописи бывает несколько типов. Ну, в Эрмитаже она одна, это живопись без высокого мазка, да, и покрыта лаком. Поэтому, естественно, она блестит. В русском музее там много русской живописи с очень высоким мазком, где одновременно с цветом ты должен передать еще одновременно и объем мазка. Здесь у нас, к счастью, такого нет. И чаще всего, ну, теперь это уже норма для нас является, мы снимаем с полиционными фильтрами. И это, конечно, позволяет убрать все блики, которые существуют, плюс на картинах и какие-то искажения, которые могут быть связаны со светом. Плюс у нас, конечно, великолепное осветительное оборудование. Мы используем систему ПРО, и это достаточная мощность и позволяет даже в самый яркий солнечный день, в общем, снимать так, как будто мы снимаем полностью закрытое помещение, полагаясь только на импульс на свет этих приборов. Ну, и дальше это то, о чем я говорил. Это международная система стандарта качества, это метаморфоза, которая, значит, строго определяет систему построения цветовых профилей как объективы, так и матриц камеры в авиационной съемке. То есть приведение этих технических характеристик матрицы к задачам правильного цвета воспроизведения. Это, конечно, то, что в обычной жизни даже профессиональные фотографы обычно не используют. И тогда при использовании всех этих этапов у нас получается замечательное изображение. Останется только правильно напечатать в типографии это изображение. А если картина висит очень высоко, то какие приспособления вам нужны для съемки? Первое, если даже необходимо сделать хорошую репродукцию с картиной, которая висит в неудобном месте. И снять ее нельзя? Ну, вот я хотел сказать о том, что у нас есть специальные люди, которые умеют снимать эти картины, есть подъемники, которые все делают. А вот если нельзя, тогда мы используем к нашим камерам. Вот основная камера у нас для съемки репродукции — это фаза ван. Это достаточно большой формат, это 80 миллионов пикселей. И объективы с так называемой шифты. То есть с использованием стенок, подвижек камеры, передней стенки. В общем, все это технически возможно. В тех книгах, которые перед нами, в основном предметы сняты на светлом, белом фоне. Это стандарт или дань моды? Главный человек в книге все-таки дизайнер. Именно он соединяет идеи, которые были у автора, текста и составителя книги. И точно так же он общается с фотографом и дает какую-то задачу. Как бы он себе представлял эту съемку и видит конечное издание. И вот для этой книги я сделал съемку на трех фонах. Все было снято на светло-сером, на темно-сером и на черном фоне. И вот мне казалось, что на черном фоне эти предметы выглядят максимально хорошо. Это книга «Античное золото» в собрании Эрмитажа. И мне казалось, что на черном фоне эти предметы выглядят лучше всех. Но вот дизайнер посчитал, что более спокойным цветом для зрителей является светло-серый. Во многом, мне кажется, что вещи пострадали от этого. Но между тем, это всем нравится. И как научный труд, он прекрасен. Видны все детали, все нюансы. Александр, а что, на ваш взгляд, сложнее снимать? Вот такую вот миниатюрную... Миниатюрные вещи или же большие скульптуры и картины? Ну, первое, это одинаково интересно. Вот, если есть этот интерес, то у вас получится хороший результат. Вы не только видите, как это в конечном варианте должно выглядеть по свету. Ну, то есть жесткий свет, какие-то тени у вас должны быть, объем, откуда пойдет этот свет, за счет чего вы будете получать объем предмета. Но для вас еще интересен становится путь реализации. Реализация, значит, какие осветительные приборы, какие отражающие поверхности будете использовать, какие объективы, какие фильтры. И, конечно, вот этот путь к реализации вашей задумки, то, что у вас родилось чаще всего в первый момент, когда вы смотрите на вещь, план вашей съемки, это, конечно, самое большое удовольствие. И в этом есть главная задача фотографа — технически воплотить то, что вы придумали как художник. У вас есть любимый экспонат, который вы не один раз снимаете? Или, может быть, зал в Эрмитаже, наиболее близкий вам? Ну, к счастью, даже вы говорили, что Эрмитаж, он бесконечен. Просто каждый зал в каждое, в разное время года, он совершенно по-разному выглядит. И одна и та же скульптура в зале, освещенная люстрами либо вот закатным солнцем, очень низким красным, выглядит совершенно иначе. Поэтому каждый раз, как только предстоит стоить задача снять какой-нибудь интерьер, и если есть возможность это сделать, ну, к примеру, летом, когда можно выбрать свет, доминирующий какой-то от окна, и искусственным светом или светом, который есть у тебя, только подчеркнуть что-то, какие-то детали, либо заполняющий свет сделать, то, конечно, появляется чувство правильной, хорошо выполненной работы, когда ты сделал то, что ты увидел. Потому что часто очень то, что ты видишь, технически невозможно воплотить. И технически невозможно получить такое изображение, которое видит человеческий глаз. У нас фотографическая широта зрения человека и фотографическая широта даже матрицы современной, я уже не говорил о пленке, это несоизмеримые вещи. И из-за огромного диапазона мы должны все уместить в 8 бит на канал, что очень сложно. Ну, это грамотно подходит, когда мы должны, значит, не получить, у нас не должны пропасть детали в тенях, и в то же время у нас должны быть полностью все детали в светах, которые существуют. А это всего 8 бит на канал, а глаз видит почти 64. Поэтому это достаточно сложная технически выполнимая задача. Итак, если вы снимаете в зале, зал закрывается на это время? Или же у вас есть определенный день для съемок? Да, это выходной день музея. Понедельник для нас это самый главный рабочий день, и в этот день все фотографы, у которых есть какие-то определенные заказы, они снимают в интерьерах музея. Но к тому же мы еще можем снимать после закрытия музея, то есть после 6 часов вечера. И вот это, как, конечно, бывает, особенно в летнее время, это очень красиво. Это то, чего не видят зрители, хотя у нас сейчас есть один день, среда. Этот музей работает до 9 вечера, и можно увидеть то, что несколько лет назад могли смотреть только хранители либо фотографы. То есть вот это необычное освещение от снега, которое лежит на дворской площади, он дает очень своеобразный рисунок на стенах и в интерьере Эрмитажа. То есть вы снимаете интерьеры, вы снимаете экспонаты, а людей снимаете в Эрмитаже? Да, одна из наших задач, фотограф, это съемка тех событий, которые происходят в Эрмитаже. Но только это не репортажная съемка, у нас есть отдельная служба, пресс-служба, где работают два фотографа замечательных, и они снимают все, как происходят события. Наша задача снять, сфотографировать людей, которые пришли на выставку, чтобы через несколько лет, когда будут готовиться какие-то книги о каких-то выставках, о каких-то событиях или о людях. То есть выставка – это тоже произведение искусства. Там заняты художники, декораторы, издатели книг, которые существуют, авторы и хранители, авторы книг и хранители этих произведений искусства, они тоже продумывают эту экспозицию, как люди войдут, что увидят первым, что будет какая-то ключевая сцена. Существуют специальные люди, которые занимаются освещением предметов на выставке. Это такой комплекс, и очень важно показать, как вот в этом специально подготовленном пространстве существуют люди, которые пришли, и впервые они эмоционально готовы восхищаться тем, как и показали вещи, может быть, те, которые экспонаты, те, которые они уже видели, но в то же время увидеть все это по-новому. В Государственном Эрмитаже очень много образовательных программ. Это связано и со школьниками, и со студентами, и с лекториями. И вот нам часто приходится сфотографировать, как эти люди смотрят экспонаты и вообще путешествуют по залам. И это не менее интересно и точно так же увлекательно, как смотреть, как смотрят обычные посетители. Хотя бывает тоже очень много забавных сцен, особенно когда китайские туристы из Китая, все вооруженные фотоаппаратами и афонами, все фотографируют. Это тоже бывает занятно. Кстати, как вы относитесь к этой моде на селфи? И с чем чаще всего, по вашему наблюдению, фотографируются те же туристы в Эрмитаже? Ну, естественно, это произведение Леонарда Винчи. В этом зале фотоаппаратов просто неимоверное количество. Каждый человек стремится сфотографировать то, что он увидел. Ну, и Орданская лестница, конечно, тоже замечательно выглядит и получается. Все видят селфи, конечно, на Орданской лестнице получается максимально хорошими. А к селфи у нас относится только очень положительно. Ведь это люди фотографируют, обычные люди, для того, чтобы поставить какую-то память о том мгновении, которое происходит у них в жизни. И чем больше таких хороших мгновений, тем жизнь должна быть лучшего человека. Вот, поэтому мы, профессионалы, значит, стремимся к какому-то результату нашей фотосъемки. И часто оно не связано с удовольствием от получения снимка. А любители, почему это так хорошо, они все получают удовольствие от того, что фотографируют, от того, что смотрят или пересылают эти изображения. Поэтому можно только радоваться, что люди так много начали фотографировать. А что вы снимаете для души вне работы? Ну, вот сейчас я увлекся пейзажем. И вот на каком-то новом этапе, так по-новому, вот я так взглянул на то, что происходит вокруг. И вот к сегодняшнему моему состоянию мне показалось, что вот пейзаж как-то меня очень устраивает в душевном плане. Я просто отдыхаю, если делаю какие-то снимки на природе. Город свой пейзаж я снимаю, не переставаю, это всю свою сознательную жизнь. И те любимые точки, которые у меня есть в городе, я бывал там и 20, и 30 лет назад, и 10 лет, и осенью, и зимой, и летом, и все это по-разному, конечно. Но природа гораздо многообразнее, чем городской пейзаж. Она более эмоциональна. И, как ни странно, она такая податливая. То есть чем ты дальше отошел от прохожих проторенных тропинок, тем она больше тебя награждает красивыми видами. Но я не использую никаких технических приемов. Это самая обычная пейзажная фотография. Александр, скажите, вот вы постоянно находитесь в окружении произведений искусства самой высшей пробы. Нет ли некой профессиональной усталости от красоты вокруг, такого количества красоты вокруг? Нет, нет, этого не бывает. И не из-за того, что человек привыкает к тому, что он в окружении самых ярких произведений мировой культуры. А это, скорее, процесс познания творчества отдельных авторов, художественных особенностей, каких-то технологических особенностей, которые существовали в какую-то определенную эпоху. И твои знания, они могут расти бесконечно. Ты никогда не узнаешь всего о тех экспонатах, которые находятся в Эрмитаже. И это постоянный путь познания, нахождения рядом с такими произведениями искусства, которые находятся у нас. Это связано и с живописью, и с графикой. У нас великолепное собрание графики. Это казалось бы так все просто, просто карандашный рисунок. Но за этим стоят просто эпохи целые, и личности колоссальные. И произведение декоративно-прикладного искусства. А сколько у нас ювелирных украшений, золотые кладовые, которые просто неисчерпаемы, по-моему. Их можно снимать, снимать и снимать. И показывать, самое главное, людям, которые вот сейчас этого не могут увидеть, не все могут посетить там золотую кладовую, увидеть Шаберов и Фаберже или других мастеров, они где-нибудь сидят у себя в Томске, Омске, или где-нибудь вообще очень далеко, в другой стороне, могут открыть альбом, и вы видите все, что здесь есть. И вот мы как раз являемся, ну, глазами их трудно сказать, что мы глаза каких-то зрителей, но то, что мы помогаем им воспринимать мир в полном объеме, это да. И тут есть главное предназначение фотографов, которые снимают произведение искусства. Я желаю вам творческих успехов и реализации всего задуманного. Спасибо вам большое, что нашли время для беседы. Пожалуйста, приходите еще. Если будут вопросы, я с удовольствием вам отвечу на них.